доброго времени суток мои дорогие любимые подписчики и гости моего канала истина таро вас приветствую я катерина сегодня мы проведем общий таро расклад для мужчин на тему какая женщина к вам спешит и зачем посмотрим какие эмоции какие чувства какие планы нанесет на вас вашу сторону и какие у нее намерения на вас дорогие мои напоминаю вам о персональном таро раскладе на который вы можете записаться если вы хотите какое-то уточнение понять что будет дальше либо разобраться в любом интересующем вопросе также хочу поблагодарить каждого из вас за комментарии за обратную связь за лайки за подписку на мой канал мне очень приятная каждый комментарий вас читаю мне всегда я принимаю это с любовью принимаю это все с благодарностью спасибо вам за то что вы у меня есть за то что остаетесь со мной за ваши лайки повторюсь за вашу обратную связь я ценю каждого из вас и всегда говорю о том что на моем канале только особенные мужчины только самое лучшее в общем давайте смотреть итак дорогие мои давайте посмотрим сигнификацию женщины которая к вам идет посмотрим вообще какая у вас сейчас ситуация в общем посмотрим именно все что происходит вашей жизни никого здесь не притягиваем расслабьтесь все посторонние мысли как всегда сторону настраиваемся на расклад никого не притягиваем картам приходим с доверием расслабляйтесь будем смотреть будем смотреть эту ситуацию итак итак дорогие мои к вам идет женщина с которой на данный момент отношений у вас нет отношения в которых она когда-то поставила точку причем знаете вот она ушла как-то некрасиво возможно без объяснения чего-то либо вот знаете вот вообще какое-то вот такая недоговорка была вы знаете вот просто как метнула хвостом крутнула и ушла считая что знаете где-то будет лучше где-то будет вот проще и вообще что она делает правильный выбор то есть вот такая вот была ситуация какая-то вот неадекватное и и поведение вот какой-то вы знаете такая вот сложность в отношениях где женщина посчитала что поступает правильно уходила вот знаете она как-то то ли со скандалом то ли ссорой с каким-то негативными эмоциями и могли быть знаете вашу сторону какие-то неприятные обвинения которые скорее всего были вот ну вот знаете ложью какой-то то есть они не соответствовали действительности какие-то претензии вот такой знаете с ее стороны вот была какая-то ситуация вот объясни напишите пожалуйста в комментариях вот у кого отыгрывается такая ситуация что у такой вот был какая-то расход поставлена вот такая . ли вот что-то такое вот в отношениях вот у кого такой проиграется давайте посмотрим вот по картам и вижу что на данный момент знаете вот какая-то она обозленная вашу сторону как-то вот на контакт не идет либо же вот знаете если и у кого-то и идет на контакт то это больше как какая-то корость какой-то материальный интерес но не более того давайте посмотрим почему она себя как ведет что здесь послужило такой причиной почему она себя так ведет в чем причина этого всего чем причина этого всего так ну знаете ваших отношениях уже давно было холодно вы здесь уже знаете вот дошло до того что как будто бы даже и уважение какого-то не было такое ощущение что с ее стороны как будто эти отношения вот давно закончились понимать вот как будто бы она транслирует вот так вот такое что эти отношения вот 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 сходили сходили на нет даже если вы с ней оставались еще некоторое время вот знаете вот вместе там в отношениях либо продолжалось общение то все равно это вот ощущали ощущали того что вот все как-то скатывается что все как будто бы идет на нет и ощущение такое что с вами присутствовала только ее физическая оболочка а душа вот знаете как будто бы был было где-то очень далеко было вернее это очень далеко как будто бы узнать и становились уже чужими людьми либо людьми которые вот-вот посторонние друг для друга и нет вот абсолютно какого-то уважения какого-то развития отношений знаете вот карты показывает что каждый из вас вот был сам по себе здесь вот не было какой-то гармонии я имею ввиду вот уже под окончание такого сюда там в начале вроде бы как бы все и развивалось вроде бы как бы и шло но как-то это все знаете вот утихло сошло на нет ну холодно вот холодно в этих отношениях понимаете здесь либо общения вообще нет либо есть какая-то корость в этих отношениях вот именно со стороны женщины либо знаете также здесь проигрывается опять же повторю что не у всех расклад общий очень много ситуаций поэтому вот каждую ситуацию озвучиваю здесь могут быть треугольники то есть кто-то у кого-то мог быть в любовниках либо у вас обоих есть семьи и вы просто вот знаете вот как бы тоже в таких вот отношениях находились но при этом при всем вот на данный момент все равно отношений вот нет в этих отношениях вы знаете вот ее жалели у кого-то из вас за женщина вызывала жалость из-за знаете ее прошлого из-за того что у нее было там несчастное детство какой-то вот судьба там примеру ну вот что-то были какие-то сложности и вот вы ее знаете вот были оберегали были вот таким знаете как отцовские чувства у вас даже в ее сторону присутствовали но при этом при всем вы как будто знаете всегда брали за нее ответственность ответственность вот за ее судьбу за то что вот как будто оберегали вот как будто знаете ее ангел-хранитель жили по сути вот для нее чтобы она ни в чем не нуждалась что все у нее было хорошо знаете вот и в один прекрасный момент вот многие из вас карты показывают просто очень много таких энергий услышали такую фразу что там ты или очень мягкий или вот ты мне надоел или мне скучно с тобой или мне вообще это все надоели эти все отношения вот как-то знаете вот такой обидная какая-то фраза с ее уст она прозвучала вот напишите вот если у кого-то такое проигралось знаете также можете могли ее жалеть вот из-за каких-то болезней и из-за каких-то потерь вот на тем потери здесь кстати могли быть какого-то близкого человека либо здесь могла быть потеря вот знаете вот что-то каких-то прошлых отношений болезненных ну то есть вы как будто вы знаете вот ее жалели каждый раз когда вот она что-то мог такую какую-то непонятную ситуацию выкидывала вы как будто бы ее оправдывали вот напишите в комментариях какая между вами ситуации в чем тут женщина вот запуталась потому что она знаете вот правда хоть и когда уходила когда вот ставила какую-то точку то думала о том что знаете она поступает правильно как будто что это про единственный правильный выход но тут она очень сильно ошиблась очень сильно запуталась если женщина ушла к другому мужчине то знаете ожидала одно думала что с ним будет там радужно что с ним будет хорошо а по факту получилось так что она просто обожглась обожглась и взамен не получила но того результата которого она хотела знаете вот и вывод вообще даже видя что эти отношения заканчиваются все равно испытывали чувство сожаления и мысли о том что она просто знаете оступилась ей нужна ваша помощь потому что вот вы привыкли постоянно ее там чего-то вытаскивать постоянно знаете какие-то таких вот ситуации непонятно либо с каких-то депрессников и и либо с какого-то такого знаете состояние и на этот раз вы тоже думали что вот она оступилась вот ей нужно просто помощь невзирая на то что там могли быть и оскорбления какие-то и какие-то там не знаю там претензии вашу сторону все равно это все опускали и вы думали о том что женщина здесь ну просто ну знаете без попуталка говорится поэтому вот знаете с вашей стороны вы для нее были знаете выходите таким как мудрецом опорой поддержка то есть я же говорю что человека вот надежным спиной надежным тылом вот вы для нее вот именно вот такой выходите несмотря на то что вот она чудит там блокируют вас или же там не общаться но вы для него все равно знаете вот надежный человек вот как бы мыслях у нее есть то что с вами было спокойно с вами было хорошо и вы ее окрыляли вы ей знаете вы давали ощущение того что она королева что вот она здесь главное потому что от ваших отношений как будто бы рулить она здесь пыталась на данный момент знаете вот такой вот чувство у нее опустошенность идет чувство того что в жизни нету ничего и очень все так сложно и ну сложно по ним ну вы понимаете тут что это вот не то что вам сейчас нужно и это как будто бы вот женщина с таким поведением он тоже не нужно вы мозгами это понимаете а вот сердцем ничего не можете сделать но тянет 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 уже тут вроде бы как бы и старались и переключаться и вроде бы пытались как-то вот что-то с этого уйти но ничего как будто не получается и знаете вот вы списываете ее поведение как то что с ней вот происходит из-за проблем из прошлого но думаете ну вот это потому что там она росла вот в семье там где были были какие-то проблемы там где в детстве то могли там ее бить или там что-то не додавать или вот нищете жила ли вот но тут там просто куча может быть таких вот ситуации при которых вы пытаетесь ее знаете как-то выгородить в этом всем многих проигрывается что женщина сама ушла женщина на данный момент холодная закрытая возможно с темным цветом волос не на данный момент абсолютно несчастная вот как будто бы вот знаете все пошло под откос у нее кстати сейчас очень болезненный период в жизни у женщины ощущение потери кого-то или чего-то здесь даже может быть я же говорю что вот какая-то вот серьезная потеря вот 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 что-то что-то пошло на спад и кстати у кого-то тоже маленького процента моих зрителей сейчас проиграется то что потеря близкого человека это могло быть какого-то родственника или кого-то еще могло повлиять вот так же на ваши отношения но несмотря на то что между вами здесь происходило женщина очень вам привязана и даже несмотря на то что там может игнорировать может эти отношения общения где-то там знаете блокировать уходить от них там говорить о том что ты мне не нужен я с тобой ничего не хочу вот все равно ее вам тянет понимаете вот она почему она себя так ведет потому что хочет эту привязку как-то прервать как-то сама хочет от этого всего освободиться но и при этом при всем и и не может вот поэтому так и ведет вы для нее вот правда знаете вот как такой ангел-хранитель который постоянно из чего-то и и вытягивает вы чем-то ей вот постоянно помогали но и кстати узнаете у кого-то такое проигрывается что женщина здесь очень выпивает вот такой вот период жизни когда она узнаете пьет-пьет пьет-пьет пытается свое горе залить, вот, или постоянной гулянки, пьянки, но здесь такое тоже проигрывается, и ведет не очень такой здоровый образ жизни, и вы, вот, знаете, как наставник, как друг ее, как вот такой вот человек надежный тылом, вот, как будто бы вы ее держали в руках, как будто бы ее помогали, оберегали, вот, отводили от этого всего, а сейчас, даже если вы знаете, что она ушла к кому-то другому, и она, к примеру, не свободна, то, знаете, как пошла под откос вообще, как такое, руки опустились, запила, что-то там, вот, как-то, вот, знаете, ничего не получается, ничего не хочу, депрессия, состояние опустошенности какой-то, и вообще, вот, ничего и никого не хочу. Ну, вот, знаете, действительно, вы раньше, вот, как бы ее контролировали, вот, контролировали, чтобы она вообще не съехала вниз, и благодаря вам, можно сказать, ну, действительно, она не дошла вот того дна, вот, которого, на котором могла скатиться, хотя сейчас то, что вижу, знаете, вот, она почти вот до того, чтобы катиться, 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 еще, еще, еще. Она стремилась к лучшему, это однозначно. Она ушла, думая то, что где-то там что-то будет, будет получиться, а по факту без вас вообще тяжело, и вы были для нее, знаете, как луч света, и давали вот ей какую-то надежду. Сейчас она сама не может справиться со своими проблемами, не может держаться на плаву, и хочет, знаете, восстановления с вами отношений, потому что с вами, как она считает, было плохо, а ушла, поставила точку там, или вообще прекратила общение, стало вообще хуже. Поэтому понимают прекрасно о том, что, ну, как бы, что-то в жизни надо менять. Ну, вот, интересно вот даже, вот, готовы ли бы вы были бы ее простить вот после того, что вот произошло вообще, ну, приняли ли вы бы ее обратно? Много разногласий, вот, правда, было между вами. И, кстати, женщина зависима на советах окружающих. Это могут быть родственники, друзья, очень сильно переживают за свою репутацию, чтобы, знаете, никто ничего плохого о ней не подумал, чтобы вот все видели, вот, как, знаете, какая вот у нее безупречная репутация, там, или что вот как-то вот вся она такая правильная, но по факту этого всего нет. И, кстати, многие из вас могут замечать о том, что женщина стала или лучше выглядеть, или как-то больше за собой следить, но это, знаете, вот, как бы, чем лучше она выглядит, тем больше она скрывает свою боль, свое разочарование, вот, свою какую-то депрессию, потому что хоть как-то пытается, вы знаете, чтобы такую маску одела, и даже и для вас может так транслировать, либо вот для окружающих о том, что у нее в жизни все хорошо. У некоторых из вас проиграется, что вы с этой женщиной два таких, знаете, сильных человека, которые не могли поделить власть между собой, и каждый из вас не захотел уступать друг другу. И женщина даже, знаете, вот чувствует себя не очень здесь хорошо, плохо без вас, вот, вот просто хочется уже, знаете, вот как-то снова одеть эту корону, почувствовать себя королевой, но из-за своего характера сложного, она как будто бы не идет на контакт, понимаете, да, сложно, да, тяжело, да, нужна твоя помощь, но я не пойду, потому что я, мне придется снять корону и пойти к тебе вот первая на поклон, а я такого не хочу. К вам какая-то, вот, знаете, вот, вот у нее такие смешанные чувства, потому что вроде бы как бы и злость идет, и понимание того, что лучше вас вот никого нет, вот просто не нашла она лучше еще вас, понимаете, вот как бы если сравнивать там, которые были раньше, или то, что вот есть сейчас, то это, ну, нету лучше вас, вот вы оказались тем мужчиной, той поддержкой, той опорой, которая ей нужна. И именно с вами была эта стабильность, именно с вами была эта уверенность и понимание того, что неспроста, знаете, вот с вами эти отношения начались. С одной стороны, вы знаете, вот правда, она на вас злится, какая-то вот ярость, а с другой стороны, понимание, что такого мужчины, как вы, у нее не было. Знаете, вот женщине, правда, нравилось состояние, которое она испытывала, будучи рядом с вами. Она, вы знаете, как мазохистка какая-то, вот я ее почему-то так вижу, и могу только так вот описать, что ведет себя так, что, чтобы у вас было какое-то вот такое вот сейчас болезненное отношение, вот из-за нее, или вот такой вот, страдаете оба, переживаете оба, обоим тяжело, но при этом, при всем она ничего не делает, как бы, знаете, вот, и она при этом, при всем вот считает, что нужно ей как-то вот, она принцесса, она королева. При этом, при всем, все равно она придет к тому, что нужно здесь проявиться к вам. Все равно, знаете, вот это может быть как-то нелепо, там, что-то там написать, спросить, либо какую-то там помощь, попросить такую, с которой она и сама может справиться. Но при этом, при всем, как будто, как вам сказать, но это уже будет как вынужденное такое, потому что, ну, уже такое, знаете, скрипя зубами, перейдя через себя. Вот давайте посмотрим, зачем она все-таки надумает проявиться. Зачем все-таки она надумает проявиться. Ну, пока она, знаете, в таких энергиях побудет, побудет, что еще вам пока потранслируют, что ей от вас ничего не надо, что она здесь самостоятельная, она сама может справиться со своими какими-то вопросами. Вот, вот, что она такая независимая. Знаете, такую интригу еще между вами поддержит. Вам самому ни в коем случае здесь не проявляйтесь, не теряйте свое достоинство. Вот, вот, просто любите себя. Зачем она проявляется? Ну, скорее всего, здесь был, знаете, другой мужчина у нее между вами, которым она выбирала. Но она поняла о том, что мужчина, тот, который вот она выбрала, либо с которым она общалась, он как будто не для нее, что они очень разные и боится, что она может, знаете, вообще остаться без ничего, что и вы здесь уйдете в другое, либо вы уже здесь, знаете, ушли, но она как будто бы чувствует о том, что еще шанс все равно какой-то есть. И она прекрасно понимает о том, что те эмоции, которые она испытывала рядом с вами, она, кстати, мужчина не испытывает. И она, знаете, как бы вот уже как побитая собака такая вот, которая все равно будет пытаться как-то делать проявление. Но пока-пока она, знаете, это проявление боится делать, да и не знает вообще, как это все правильно обустроить. Поэтому пока находится в таком затишье. Давайте посмотрим, совет карт для вас, что вам советуют карты в данной ситуации. Как всегда, совет карт. Совет карт для вас. Что вам советуют карты в данной ситуации? Итак, карта совет, карта сомнения. Карта вообще называется неясность, калимадия, бессмысленность. Карта говорит о том, что у каждого бывают сомнения и метания, но проходя через них, человек обретает силу. Находясь, вот этот совет касается тех, кто хочет, знаете, вот дальше находиться в отношениях с бывшей женщиной, и для тех, кто хочет новое, как бы я ее протрактую для тех, ну и для тех, и для тех. Для тех, кто хочет вернуть вашу бывшую женщину, для тех, кто, знаете, хочет с ней восстановления, то карта здесь вам говорит о том, что когда вы находитесь сейчас в паузе, когда вы сейчас с женщиной не общаетесь, вы что-то для себя должны понять. У каждого проиграется свое, у каждого проиграется свой урок. Но вы должны это понять, и только лишь поняв эту истину, пройдя вот эти все сомнения, и как-то поменявшись внутри чуть-чуть, вы сможете выйти на другой уровень с женщиной. Для тех, кто не хочет уже бывшие отношения, и те, кто хочет уже дальше идти в новые, то карта вам говорит о том, что вам нужно, наоборот, отбросить все сомнения, перестать думать, перестать постоянно возвращаться в прошлое как-то, вот знаете, бояться то, что это может повториться, или вот как-то замкнувшись, закрывшись свою душу, никого ее не пуская туда, и никого не показывая, не открываясь, вот просто это нужно все отбросить, нужно, наоборот, открыться, нужно, наоборот, идти дальше, идти дальше и вперед, ни о ком не задумываться. Но и при этом, при всем, дорогие мои, напоминаю вам о том, что не стоит никогда никого ждать. Если человек так поступил, это была его воля. Идите в новое, любите себя, потому что вы у себя такие одни. Дорогие мои, с вами была я, Катерина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить все дальнейшие выпуски. Пока-пока!